С 1 по 15 декабря в Архангельской области проходят недели гражданского общества 2022. Ключевым событием этого мероприятия стал 10-й Северный гражданский конгресс, который сегодня начал работу в областном центре. Проведение такого конгресса не дань моде, а необходимые условия успешного развития гражданского общества. Речь о банковой и ТОСах. По их количеству более 1200, Архангельская область сейчас пример для всей страны. Это же тоже не созданное искусственное образование. Это люди, которые понимают, что они могут и лучше понимают проблемы тех территорий, где они живут, организуются. И нам с вами подсказывают, каким образом мы можем точечно помочь для того, чтобы реализовать те проекты, которые нужны зачастую в самых маленьких селах и деревнях. Это часто не видно из областного центра или из столицы. Конгресс собрал участников из 14 регионов, что свидетельствует о размахе и важности мероприятия. По поручению президента создана концепция развития ТОС до 2030 года. Есть требование обучить большое количество, до миллиона человек, вот этим компетенциям. И у нас на сегодняшний день не существует никакого университета, который бы учил факультета ТОС или что-то. Поэтому было принято решение общенационально с САС и ТОС, совместно с Большой Организацией Оперсоюз, создать такой университет и дать эти компетенции. Северный гражданский конгресс призван обобщить лучшие практики некоммерческих организаций, продемонстрировать наработки в разных сферах деятельности и научить правильно использовать человеческий капитал. В любом поселке есть хотя бы какой-нибудь бухгалтер на пенсии. Эта бухгалтер на пенсии очень нужна некоммерческим организациям, инициативам. Это не просто проектная культура, это законопослушание, если хотите. Если у вас есть другие люди, которые умеют управлять производствами, передавать поручения, смены и так далее, и так далее, конечно, это нужно делать. На лабораториях жизненных ситуаций участники могли познакомиться с лучшими практиками решения конкретных жизненных ситуаций силами некоммерческого сектора. А также прошла школа по работе с НКО и ТОСами, сотрудниками муниципалитетов. Мы хотим, чтобы они просто соединились, узнали друг о друге, и чтобы специалисты в муниципальных образованиях использовали тот ресурс, который у них есть на территории. Отметим, Архангельская область – один из признанных лидеров в вопросах взаимодействия с некоммерческим сектором в стране. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, Денис Линчевский, Регион 29.